Как я сказал ранее, несмотря на то, что у нас ходовая разобрана, у нас начинается вторая часть этого видео, которая будет посвящена воздушному фильтру, карбюратору и двигателю. Сейчас я уже снял аккумулятор, чтобы снять ящик аккумулятора. Крышка воздушного фильтра вот такая чудесная. Я так понимаю, не чистились никогда никакие стоки, потому что тут течет и масло, и вода, и все на свете. В общем, все это здорово и весело, и это надо, конечно же, все переделывать. Так что сейчас будем потихонечку разбирать. В первую очередь нужно добраться до карбюратора, а от него уже будем двигаться дальше. В общем, я здесь начал немножко разбираться. Для начала вон той волшебной щеткой, которой снег вообще с машины отряхает, я вот здесь хоть как-то пытался обмести грязь, которая неизбежно будет сыпаться в мотор. Это, конечно, замечательно, как всегда. Ой, ну, очень логично пригонять мотоцикл, зная, что нужно делать мотор в состоянии куска говна. Вот, чтобы на него, конечно же, в мотор все сыпалось. Очень было приятно с этим работать. Ну, окей. Вот, значит, крышка вся в масле, вся в песке. Изнутри тут горки песка лежат. А внутри у нас та же самая история. Никто никогда вот эти вот сыра, маслопомойки, не дай бог, фу-фу-фу, вот эти вот все слова. Никто тут ничего не чистил. И надо все это снимать, промывать и чистить. Других вариантов нет. Сам фильтрующий элемент вроде как ничего. Вот. Что касательно карбюратора. Карбюратор у нас, вот он. Он настолько хорош, что его противно трогать. То есть это самое мерзкое, наверное, что я видел в своей жизни. Самый, наверное, удрочный карбюратор, по крайней мере, внешний. То есть его даже разобрать невозможно. Здесь болты, они зацементированы просто. И вероятнее всего, сейчас я его как-нибудь первично чуть-чуть ультразвуком почищу. Чтоб хотя бы от болтов отваливалась грязь. А потом уже будем нормально чистить. В общем, такая вот великолепная мерзость у нас есть. Вот. Ну, короче, вот ближайшие планы. Сейчас пока что с воздушным фильтром полностью разобраться. И с карбюратором. А потом уже будем в сторону двигателя двигаться. Хотя не хочется. Вот особенно, когда сверху все на него крепится. Итак, возвращаемся к нашим баранам. Бараны – это предыдущие владельцы этого мотоцикла. А значит, корпус воздушного фильтра я полностью вымыл, почистил, зачистил. Не знаю, вот, ну, все, что можно было с ним сделать, я сделал. Все дренажи продул. Все там чистенько. Переходим сюда, к столу. Плача и боли. Разобрал карбюратор. Ну, я вот чуть-чуть почистил, дабы хоть винты стали винтами. В общем, что у нас внутри? Внутри у нас вот кусками ржавчины идет. Удивительно, что целый обратный клапан. Вот он стоит. Немаловажное мое удивление – это полностью целая, как, мембрана ускорительного насоса. На месте все пружины. И карбюратор, как я понимаю, вандалили один раз всего лишь. А дальше он просто вот, ну, изнашивался естественным путем. Ну, учитывая то, сколько через него пролетело песка, состояние воздушного фильтра, карбюратора внутри, в принципе, неудивительно, что мотор-то немножечко как бы жрет масло. Вот. Далее. Ну, естественно, тут все грязнющее до невозможности. Отсутствует уплотнительная резинка здесь. Отсутствует уплотнительная резинка на пусковом обогатителе. То есть, ну, он на постоянку хреначил топливом. Положение поплавка. Оно вот, если должно быть вот такое, оно было вот такое. Тут, ну, помимо того, что его, видимо, умело регулировали, тут еще и, ну, просто ошеломительная яма от иголки. Ну, которая вот, наверное, запорная игла. То есть, она тут уже выбила паз. Я это буду, наверное, залужать. Потому что других вариантов я что-то не вижу. Выравнивать, потому что в ремкомплектах поплавка нету. Ну, а сейчас его заказывать, как бы, ну, мягко говоря, не с руки. Вот. По поводу иголки я посмотрю. У меня тысяча и одна штука их есть. Так что иголка, возможно, мы и поменяем. А так, на самом деле, ну, могло быть хуже гораздо, но вот нет. Как бы все условно не совсем, не совсем так плохо, как я ожидал. Соответственно, с этим можно работать и можно с этим что-то делать. Значит, тут у нас крышка воздушного фильтра также почищена, постиран. Ну, промыт, постиран, сферит, там, туда-сюда. Воздушный фильтр, ну, сам поролон нормальный, основание. Также был снят аккумуляторный ящик, но мне просто больно смотреть, как с него сыпется песок. Я его помыл. Вот кисточка, ферри и погнали. Значит, здесь у нас хомуты, крепление мотора заднее, переднее, ну, то же самое. На них слой песка, ну, просто ошеломляющий. Все это скрипит, резьба не крутится. В общем, я это все почистил ультразвуком, так пробежался, дабы, ну, просто хотя бы очистить резьбу от грязи. Ну, и здесь у нас дренажные колпачки. Вот. В принципе, это все, что я хотел сейчас на данный момент сказать. Поставлю, наверное, сейчас еще воздушный фильтр на место. Вот. И закрою его, дабы туда ничего больше не попадало, никакого дерьма, потому что больше нам туда лезть, в принципе, и не нужно. Вот. И будем заниматься чисткой карбюратора. И как только поставим на колеса, чтобы все это было удобно, то будем разбирать двигатель. Вот. Это уже намного интереснее, хотя, конечно, интерес очень сомнительный. Я думал, что все приключения по этому мотоциклу закончены, но, к сожалению, нет. Потому что, тадам, блядь, как обычно, сгнивший подрамник насквозь. Благо здесь хотя бы есть вот эти вот косынки, и можно варить одной пластиной. Но сильно легче от этого не становится. Потому что один хрен придется снимать полностью короб воздушного фильтра и снимать выхлоп. И что-то, походу, там, с той стороны выхлопит еще дырка. Но это мы увидим чуть попозже. Короче, приключений с этим мотоциклом больше, чем хотелось бы и желалось. Но они есть. И ничего не поделать. Надо все эти проблемы решать и устранять. Хотел бы я что-то хорошее сказать, но тут нечего говорить. В общем, корпус воздушного фильтра от мастеров. Тыканье паяльником в задницу. Стандартная история. Ничего здесь я для себя нового не увидел, честно говоря. Все это уже пройдено. Выхлоп, как я и говорил, это одна большая гнилая дырка. То есть вот этого вот вообще круга, по сути, здесь нет. Туда тыркнуть сейчас. И он обвалится. Пока что не сильно представляю, как это заварить, а заварить надо. Потому что вариться тут по факту не к чему. Так как все превратилось в тлен. И разложилось на плесени на липовый мед. Но что-то с этим надо делать все-таки. Да, красота. Что ни в сказке сказать, ни пером описать. Главное, чтобы еще мотор не надо было снимать полностью. А то вообще полный комплект будет. Можно сказать, мотоцикл разобран от начала и до конца. Да по сути о чем мы. Тут и так все разбирали. И тут... Причем знаете, что самое обидное. Что вот по сути, да, мы как бы технически его подтянем к состоянию, чтобы не страшно было ездить. Но по факту, вот как есть, он был мусором и останется таким же мусором. Из такого состояния поднимать мотоцикл уже, ну, наверное, нецелесообразно. Потому что это уже из-за разряда реально вот полуживой двигающийся труп, о чем я сказал три десятка раз, наверное, за вообще эти ролики. Ну что, друзья, карбюратор у нас почищен. Буду показывать, в общем, все, что с ним сделано. Во-первых, уплотнительное кольцо на главном жиклёре появилось. На пусковом обогатителе уплотнительное кольцо появилось. Далее, здесь уплотнительное кольцо новое на запорной игле появилось. Та канавка, ямка, выработка, которую вы видели на поплавке, я показывал, акцентировал на это внимание. Я ее залудил. То есть теперь можно корректировать уровень более-менее нормально. Мембрана жива. Ну, ускорительного насоса сюда колечки где-то новые лежат. Сейчас надо посмотреть. Ну и в принципе, в принципе, карбюратор не настолько в плохом состоянии, насколько казалось изначально. Соответственно, ну, есть большая надежда, что его работоспособность будет полностью восстановлена. И все будет с ним хорошо. Вот. По крайней мере, все детали, по крайней мере, целы. Особенно обратный клапан. Это очень важная штука на самом деле. Так. Ну и чего? Да, в принципе, больше сказать нечего. Буду сейчас потихонечку все это дело собирать. И надеяться потом, после установки, что работоспособность будет близкак идеальной. Короче. Полностью готов карбюратор. Уровень поплавковой камеры выставил. Вроде все работает. Ускорительный насос псих-псих делает. Заслонка не залипает. Ну и вот таким стал карбюратор после долгой упорной чистки ультразвуком. Половину болтов, естественно, поменял, потому что все сорванное было. Вот. Ну и в принципе, по карбюратору это все. Все, кладем его вот сюда, вот. Он здесь лежит, отдыхает. Ждет момент, когда его установят. Далее, собственно, чудеса эквилибристики. Сварка к воздуху. Изначально я хотел сделать маленькую заплаточку. Но все закончилось тем, что пришлось вот-вот досюда делать огромный обворот металлом, потому что все остальное сгнившее. Здесь хоть как-то, хоть что-то похожее на нормальный металл начиналось. Первый раз вижу такой гнилой выхлоп от ТТР. Не знаю почему, но вот так. В общем, красоты швов тут нету никакой. Я это переделывал такое количество раз, что в конечном итоге мне было уже наплевать, какие там будут швы. Лишь бы это было герметично и больше к этому не возвращаться. Но в целом, с задачей я справился. Хотя бы эта труба теперь не отвалится. Какая, никакая жесткость есть, потому что здесь металл 2 мм я зафигачил. Вот. Но, как бы, красота осталась на втором месте. Здесь, ну, так как у нас колеса нету, положить мне его на бок не было возможности. Я бы его потом не поставил. Ну, а я, как бы, не мастер сварки потолков, поэтому сделал ремн вставки. Вот. Ну, как бы вот сверху швы красивенькие. Здесь уже все начинается намного хуже. И тут, естественно, мука тут тоже вариться было не к чему, поэтому слой за слоем, чтобы вот так вот нарастить, сделать на конус условно. Снизу еще все это не проварено, потому что, ну, я говорю, я не мастер потолочных швов. Когда положу на бок, когда он будет на колесах, я все это проварю. Здесь, собственно, то же самое. Единственное, что странно, вот эта вот стенка вообще не пострадавшая. То есть, вот что здесь, что здесь, как это так получилось, я не очень сильно понимаю. Но вот от сквозной дырки я пытался пробить насквозь, и в итоге труба выгибалась, но не пробивалась. Соответственно, делаем выводы, что там все еще очень и очень хорошо. Ну, и как бы с этим можно жить. Это удивительно. Вот. Ну, и пока что на этом, наверное, мы заканчиваем. Надо ожидать теперь прямкомплект прогрессии, точнее, маятника. Ставить его на колеса, и после этого уже, наконец-то, будем заниматься мотором. Вот. Ну, и, соответственно, соберем все, что сейчас снято, чтобы хоть как-то, это хоть чуть-чуть уже было похоже на мотоцикл. Ну, что ж, с хода врываемся в проблемы, но пока что о хорошем. Подрамник я доварил, выхлоп поставил, воздушный фильтр поставил, проводку вроде как обратно всю провел, проблем нету. Начал снимать выхлоп, и тут сразу проблемка номер раз. Уже перерезанная резьба, болт на 14 стоит вместо шпильки М8, а в нижней шпильке оригинальная шпилька, но она выкрутилась вместе с резьбой. Так что здесь надо по-любому делать переходные шпильки. В общем, все у нас замечательно идет. Вот, в принципе, как и ожидалось, ничего хорошего нас не ждет. Ну, по крайней мере, с мотора уже максимальное количество хлама посыпалось, пока я его туда-сюда валял. Ну, в принципе, дальше у нас идет снятие цилиндра поршневой, крышка генератора, но перед этим, конечно же, надо тут весь этот песок поубирать, чтобы с этого старческого мопеда песок не сыпался. И, наверное, тогда все будет хорошо. А может быть и нет. Начал скрывать мотор. Ну, и я скажу, что уже хорошо, потому что я не вижу сорванных резьб. Отсутствие сорванных резьб это уже половина пути к победе, на самом деле. Так как обычно здесь все срывают, какие-то ремставки уже появляются и прочая дичь. А я тут пока этого не вижу. И это, безусловно, такой очень хороший признак. Есть шанс, что этот мопед все-таки еще и поживет. Но посмотрим, что будет дальше. Цепь ГРМ, к слову, не вытянута. Это тоже замечательно. Вот. Так что сейчас посмотрим, что там у нас с постелями. Сейчас хотя бы одну сдернуть. Просто ради посмотреть, чтобы вы тоже увидели. И... Ну, вообще мотор-то не гремел. Что меня удивляет. Дымил, но не гремел. Сейчас посмотрим, что там у нас по факту. Сейчас вот одну постельку мы сдернем. Постель, иди сюда. Так. И что здесь? Здесь есть какие-то поры на постели. Что-то у меня есть подозрение, что восстанавливались постели. Вот видно, там точечки такие черненькие есть. Так что, может быть, что-то и делали. Но, ладно, будем разбирать дальше. А там увидим. Что, давайте буду показывать так без прикрас, как есть. В общем, распредвалы живые. Постели без задиров. Тут пока у нас полный бардак. Все развалили. Но это ничего страшного. С этим мы будем разбираться дальше. Сейчас будем все это мыть все равно по сотне раз. Так что за это я не переживаю. Значит, по голове, наверное, в первую очередь. По голове у нас все хорошо. Вот. Я не вижу какого-то тут адского нагара или что-то подобного. Единственное, что меня смущает, что на поршне есть вот такие вот странные какие-то отметины от клапанов. Как будто метки были неправильно выставлены. На поршневой, как видим, есть вот такие штучки. Называются штучки направляющие. Так вот. Между головой и цилиндром этих направляющих не было. То есть, по каким-то причинам мы их решили не ставить. Ну, наверное, от того, что их забыли поставить. Очень тоже здорово. По поршневой. Поршневая, хоть и без задиров, но абсолютно лысая. Зазор в кольцах можно увидеть без всяких щупов. Тут пропасть. Вот. Но так как цилиндр без задиров, а у нас есть новые кольца. А опять же, напомню, что владелец сказал, сказал, что сейчас ему нужно поставить мопед именно на ход. Сделать все максимально возможное. А где можно продлить срок службы, попытаться его как-то продлить. А потом уже в будущем знать, куда лезть. Так вот. Попробуем-ка мы такую хреновину, как ручной хон. Я уверен, что это дрянь редкостная. Но вдруг что-то из этого да получится. То есть, в любом случае, это будет лучше, чем лысый абсолютно цилиндр на новых кольцах. И там, глядишь, оно и поживет. Все это делается, опять же, по задаче владельца. Это первое. Второе. Мне интересно. И третье. Цилиндр не имеет ярко выраженных никаких задиров. Поэтому здесь это, наверное, сделать все-таки можно. Конечно, по-хорошему, там, на дна эллипсность проверять и так далее. Но в данном конкретном случае это будет лучше, чем ничего. То есть, просто на лысый цилиндр подкинуть кольца смысл будет равен плюс-минус нулю. Так же нам надо скинуть еще крышку генератора, чтобы добраться до обгонной муфты. Но это все потом. Пока что надо убрать весь вот этот вот мусор, который мы здесь развели. И потихонечку, постепенно идти к тому, чтобы все детали отмывать, очищать и подготавливать их к сборке. А так, как бы, я ожидал худшего. Но здесь все не так плохо. Помогите, спасите. Я очень сильно устал уже от этого мотоцикла. Он мне надоел. В конце икра этому нету. Ну ладно, давайте сделаем вид, что я серьезный. Я, кстати, зеркала поставил оригинальные Ямакски. Вот прям, прям, оригинал. Ладно, не об этом. Откуда начать-то, господи? Ладно, начнем отсюда. В общем, в общем, давайте по порядку. Тут, походу, стоит не его родная прокладка, а стоит новая, потому что она эластичная, без трещин. И это прекрасно. Все, что вы видите вот здесь сейчас, это то, что уже подготовлено, ну, плюс-минус в сборке. Понятно, что еще будет что-то замываться и так далее. Голову я пока не разбирал, потому что я не робот и не могу сделать ежесекундный огромный объем работы. Давайте с цилиндра. Короче, ну, цилиндр, как я говорил, полностью лысый. То есть, ну, понятно, что внизу, где кольца не ходят, хон есть, здесь нету задиров, так таковых, больших нету. Поэтому я все же реально заказал этот ручной хон. Попробуем, что это такое. Тем более, ну, это будет соответствовать поставленной задаче по этому мопеду. Мы попробуем продлить жизнь сколько угодно. Значит, как известно, ТТР и цилиндр с головой соединяются шпильками. Я уже сговариваюсь, прошу прощения. Но это известно не всем, особенно идиотам. Поэтому между головой и цилиндром они забивали зубило. Замятое ребро, раздавленная резьба под натяжитель. Благо, там тело внутри еще нормальное. И здесь забитие. Ой, значит, распредвалы, постели. Ну, учитывая пробег этого мотоцикла, я думаю, тысяч под 60, все в очень неплохом состоянии. Я бы даже сказал, совсем неплохом. Все вот эти вот болты, крепеж, все, что было в слоях песка, я, естественно, через ультразвук пропустил, почистил ультразвук. Уровень сборки предыдущий был вот такой. То есть под болт, под банджо-болт, не нашли медную шайбу, вырезали вот такой вот срань из алюминия. Ножничками, очевидно. Нашел у себя в запасах две втулочки, которые вот тут между головой и цилиндровым, которые решили не ставить, особо умные люди, те же самые, которые зубилом зарубали все это. По пылькному патрубку. Ну, история стандартная. Японцев вот на китайских резинах лопается, а на японцах резина вот как была, так и осталась. Но основание отслаивается от резинки. Я их уже восстанавливал, вклеивал. Ну, а честно говоря, сейчас не хочу. Да и зачем, если есть новый патрубок. Так, что еще тут показать? Снял поршень. А, да, кстати, вот. Этой шайбы одной нет. Ой, ну, точнее, одна вот из этого говна вырезана. А напротив, здесь под шпильки вот эти, почему-то пять шайб. То есть где-то подложили одну лишнюю. Ну, тоже очень интересно. Поршень я почистил ультразвуком. Отбил весь нагар изнутри и снаружи. Самое главное, это все канавки почистить и, ну, каналы для масла. Это основная задача, в принципе, так как кольца будем ставить новые. Поршень, ну, условно живой, каких-то задиров потертеть особо нету, кроме рабочих, ну, банальных. Очень мне все-таки интересная история с вот этими вот следами от клапана. Ощущение, что клапан здесь прокручивали. Что делали, я чертова знаю, на самом деле. Ну, что-то явно делали. По голове, как я и говорил, здесь М10, здесь М8. Уже тут резано-перерезано, собственно. Ну, здесь резьбы также не осталось. Будем делать переходные шпильки 8-10. Вот голову я пока еще, как я и сказал, не разбирал. Очень интересно, почему вот эта вот шпилька так вывернута. Ее бы довернуть обратно неплохо, потому что так быть не должно. Вот. Голову разбирать будем позже и покажу. Так, здесь, наверное, все. Я не знаю, у меня уже из бака из этого бензин кончился. Из Бенли, из моей из бака бензин кончился. Я не знаю, сколько его еще надо, чтобы отмыть весь этот мотор перед сборкой. То есть, вот это вот все надо замывать. Все в песке. Ну, благо, внутрь я ничего не насыпал. Это хорошо. Но все равно я буду еще компрессором, под давлением, насадкой, бензином или керосином. Не знаю, чем промывать, чтобы все прям вымыть хорошо оттуда. Просто так нельзя привозить технику на работу. Ну, так не делается. Собственно, надо хотя бы минимально помыть. Особенно, если ты знаешь, как я уже тысяч раз говорил, что надо делать двигатель. Кстати, вот тут вот я на свои швы там грешу, что, ну, из-за металла, из-за неудобности иногда они страшные. То есть, вот мои швы, ну, условно, стремные. И тут же я смотрю на ямахские, заводские. И мои, мне кажется, уже не такими и стремными, на самом деле. Дальше. А, ну вот, снял обгонанную муфту. В общем, во-первых, генератор мы тоже переберем. Так как их стартера здесь нету. Надежда только на стартер. А, как бы, ну, чтобы его достать потом, это целая история. Так что лучше это сделать сейчас. Из хорошего. Все шестеренки целы. Ну, все шлицы и на поразительные шестеренки. Короче, все замечательно. По обгонной муфте. Ну, как я и говорил, кулачки сбиты, все уже стерты. Обгонной муфте, естественно, кирдык. Давно-давно. Вот. И хорошо, что крышку не разорвало. Что на ТТРе как здрасте. Вот. Ну, и что. На этом, в принципе, я сейчас заканчиваю. Для меня рабочая неделя заканчивается. А в новой рабочей неделе я вам уже покажу вот это вот все отмытое. Разобранную голову. Будем делать голову. У нас, тем более, все для этого есть. Ну, и надеюсь, придет это чудо-преблудо для ручного хона. Посмотрим, что из этого у нас получится. Вот. Пока не забыл, сразу скажу, что на этом моторе, вероятнее всего, точнее, я почти уверен, голова стоит не от этого мотора. И я подозреваю, что вот этот вот след на старой поршневой, это некогда встреча клапана с поршнем. А почему голова стоит не от него? Вот в этих частях шайбы очень часто закисают и иногда создается ощущение, что их нет. И таким образом, когда я все разобрал, у меня оказалось шайб этих шесть. Соответственно, от старой головы, со шпилек они сняли все шайбы. Вот. Очень большие, молодцы. И, соответственно, не заметив, что в этой голове остались старые две, получилось их шесть. Вот. Далее, значит, стартер разобрал. Ощущение, не берусь утверждать, конечно, но, походу, стартер перематывался, потому что, как тут, от заливка выглядит очень странно. Но внутри, естественно, фрикционная пыль, щетки условно живые, сальник тоже условно живой. Так что сейчас почистим ультразвуком, и будет хороший стартер, я думаю. Вот. Что еще сказать? Ну, я все, что здесь было, помыл. Ну, а также замыт картер у нас от всего вот этого дерьмища, которое было. Он, естественно, внизу ничего мыть не стал. Я не зубная фея, чтобы этим заниматься отмыл, только интересующие меня посадочные плоскости. Конечно, очень большой геморрой все замывать, чтобы не попал никуда песок. А он все равно попадет, потому что вот это вот великолепие сверху, от него никуда не денешься. Вот. Ну и, собственно, сейчас со стартером закончим, а потом буду показывать, что там у нас с головой, не с головой, вообще со всеми этими элементами. Стыдно показывать то, чем мы здесь занимаемся, но эта штука, походу, работает. В общем, купила вот эту вот чудо-штуку под названием ручной хон. Ну, конечно, качество изготовления все этого очень такое себе, но не суть. Короче, эта хрень, ну, худо-бедно работает. То есть, действительно, вместо лысого цилиндра у нас есть какая-никакая, но хон-риска сейчас. Я тут без фанатизма, как только начала скрываться нижняя часть, ну, куда поршень не доходил, а сразу остановился. Понятно, что, как бы, правильных углов хон-риски здесь ожидать не стоит, но, тем не менее, это намного и намного лучше, чем просто лысый цилиндр. При любом раскладе лысый цилиндр был бы намного хуже на новых кольцах. Я понимаю прекрасно, что это полумеры, и так делать нельзя, но тут была такая задача, о которой я тысячу раз говорил. И смотрите, какая история. Вот мы сейчас ставим родное кольцо, вот которое здесь стояло, и мы имеем зазор размером с пропасть примерно. А вот мы берем... Что-то укатилось винтик. Китайское кольцо, которое будет сюда установлено. И смотрите, какая невидаль. Ну, вот так шель показать. Как видите, зазор раза в три, наверное, меньше. И, соответственно, если бы мы новые кольца накинули на старую поршневую, то, в принципе, результат был бы нулевой. А вот в таком случае вся эта конструкция, я думаю, проходит явно эффективнее и дольше, чем если бы мы не сделали ничего. Как бы, опять же, я повторяю, я отдаю себе отчет, что в целом так делать, это, ну, не совсем правильно. Но... Да, правильных углов хонрейский тут нету, но... В концепции того, что нам надо сделать, чтобы оно вот поехало и проездило чуть дольше, чем ничего, это даже возможно будет хорошо работать. Поживем-увидим. Практика покажет, так как мотоцикл этот будет действительно эксплуатироваться. И... от этого мы уже будем плясать. Но мне, на самом деле, очень интересно. Так, ну, подготовлен, условно, низ мотора. Значит, у нас поршневая, повторюсь, после вот этого вот чудо ручного хона, новые китайские кольца, вкинутые на поршень. Собственно, отмыта крышка генератора, подготовлен стартер уже перебранный. И остается сейчас только заменить обгонную муфту, которая со страшными звуками работала, и которая вся уже абсолютно забитая. Вот, то есть, кулачки у нее, как видим, сбиты. А вот так они должны выглядеть в идеале. А тут, как бы, вот, ну, совсем все плохо. Соответственно, сейчас мы меняем обгонную муфту, и можно устанавливать поршневую на место. Здесь, значит, у нас прокладка. Прокладка чуть-чуть смазана формователем для прокладок. Ну, мотор замыт, обезжирен все плоскости. И дабы в него больше ничего не сыплось, я устал уже все это закрывать, убирать по сотне раз. Накинем поршневую, и это уже будет проще гораздо накрыть. И после этого уже займемся головой. Но для начала сейчас разберемся непосредственно с поршневой группой. Установил поршневую, установил генератор, прокладка, так как не оригинал, сажается на формователь. Ну, как бы прокладки норм, просто чтобы они приклеились нормально и держались. Собственно, собрано все на монтажную пасту. Это вот такая вот чудо-штука. И, в принципе, работает она очень даже хорошо. Поршни сейчас выведены в МТ, цепь накинута, направляющие цепи накинуты, и вроде как больше ничего не предвещает беды. Остается сейчас поставить крышку генератора, после чего можно поставить стартер. Ну и дальше нас ждет только уже непосредственно переборка головы. При установке не забываем, что вот здесь вот у нас идут шайбочки. И также на крышке, вот сюда, в место, где проводка, наносится герметик. Причем это наносится он и по заводу. Вот, генератор вроде как ничего. Ну, конечно, генератор на ТТР их тема больная, но ничего критичного я не заметил. Поэтому можно крышку, в принципе, это и закрывать. Итак, разобрал я, наконец-то, головку. Ну и как я, в принципе, и говорил, голова, очевидно, не от этого мотоцикла, так как, ну, выглядит она слишком хорошо. В общем, в принципе, нету нагара по каналам. Седла не просажены. Ну, на каких тут, на выпускных клапанах, конечно, есть, немножечко следы подгорелости. Но я не скажу, что прям что-то серьезное и критичное. Я даже сказал бы, все весьма и весьма неплохо. Вот, из проблем. Явно давно уже надорванный маслосъемный колпачок, но не сфокусирую сейчас. Ну, остальные колпачки деревянные. Эти вот уже на выпуске, которые температуре более подвержены, они черные. Ну, как бы есть при контрасте разница, я думаю. Ну, собственно, ничего интересного нас здесь не ждет. В общем, будет меняться заглушка, будут меняться шпильки выхлопа, ну, засверливаться, естественно, все. Чистится и собираться на новых маслосъемных колпачках. В принципе, на самом деле и все. То есть, я ожидал гораздо более худшего, а по факту, ну, ничего плохого в этой головке я не вижу. Так что, все очень даже хорошо. К нам вернулось какое-никакое, ну, качество. Поэтому, в принципе, можно показывать. Значит, что у нас по голове? Да голова, на самом деле, в обалденном состоянии, учитывая, что ей 30 лет, как обычно, естественно. И ничего плохого про нее сказать не могу. Я ее долго-долго отмывал. Убирал весь нагар, дабы его не было, потому что он здесь никому не нужен. Ну, притер клапана, седла, фаски на клапанах. Даже вообще ноль вопросов. То есть, головка действительно, ну, более чем живая. Ну, вот, естественно, шпильки с 10 на 8 перехода сделаны. Ну, куда без этого. Оно срывается у всех и вся. Также у нас будут новые маслосъемные колпачки, новая заглушка декомпрессора, новая прокладка, ну, свеча и так далее. Вот, новый китайский патрубок, ну, даже новый китайский патрубок это намного лучше, чем отсутствие какого-либо патрубка. А то, что из себя представлял оригинал, являлось скорее отсутствием, чем присутствием. Вот. Да, и в принципе-то все. Надо собирать голову совершенно спокойно и устанавливать и устанавливать ее на вот этот вот чудесный велосипед. Тем более, это, в принципе, это все подготовлено. После чего надеяться, что никаких у нас трудностей не случится, а мопед спокойно запустится и будет радовать, по крайней мере, меня своей удивительной, прекрасной работой. Так как нет ни малейшего желания что-то в нем переделывать, снимать по сто раз и так далее. Собрал три уже клапана. В принципе, все идет без проблем. Собирается все как и раньше на сборочную пасту. В принципе, ничего нового и никаких ноу-хау я тут не покажу. Вот. Ну, как бы ничего, ну, ничего критичного я по этой голове не вижу. Я уверен, что она будет работать обслуженная только лучше, чем было. То есть, вот голова здесь действительно огонь. стаканчики, шайбы регулировочные я местами не менял. То есть, как оно разбиралось, так оно, собственно, на место и собирается. Что я считаю правильным. Так что, будем дальше дособирать. Ну, и уже, наверное, будет речь об установке на мопед. Вот фраза «Все не слава богу» это самое применительное к этому мотоциклу. Собрал, поставил выхлоп, выставил метки ГРМ, покрутил ключом по 40 раз. Все хорошо. Подкидываю аккумулятор через провода. Не работает! Потом кнопку понажимал, раз, мотор покрутился. Еще раз покрутился. Потом вяло покрутился. Ну, уже масло пошло из распредвала. Все, как бы. Масло, насос прокачал, масло везде пошло. Потом я начал ставить впускной патрубок, что-то еще тут. И вот просто стояло, никто никому не мешал. И дальше просто стартер перестал срабатывать. Замыкая реле напрямую, любой из аккумуляторов, даже из трех аккумуляторов, срабатывал. А с реле стартера ни хрена не срабатывает. Провода подводящие, то есть плюс и минус через кнопку я проверил. Он, мультиметр, божественно валяется. И как бы вот, ну, все работает, но реле еле-еле дряхло пощелкивает и больше ничего не происходит. И я в душе не знаю, что делать. Есть вера и надежда, что у меня где-то должно быть мое запасное реле. Но я, честно говоря, в это верю с большим трудом. Но надежда остается. А так, ну, вроде, пока что никаких проблем при сборке я не испытал. Все встает своим чередом. Вроде как все неплохо. Наверное, дальше сейчас буду ставить карбюратор. Ой, ну и так, условно, попытаемся оживить реле. Вон там оно плавает в ультразвуке. Там, конечно, контакты все черные. Может, дело в контактах. Напрямую это работало. Может, конечно, подводящие провода что-то там. Либо просто реле сдохло от времени. Короче, может быть, что угодно. Но надежда умирает последний. Ну, в данном случае, наверное, последним умру я. Ой, ладно, в общем, будем двигаться дальше. Ну, могу сказать, что искра есть. Залив подсвечу. Ну, не подсвечу, а выпускной патрубок шприца два раза пых-пых-пых он сделал. Больше, в принципе, и не надо для того, чтобы убедиться в работоспособности этой истории. Ну, конечно, с реле просто на ровном месте опять какая-то хрень. Оно мне надо, оно мне не надо, оно происходит. Вот, что хочешь, то и делай. Как хочешь, так и страдай. Ну, такая вот история получается. Что называется беспрекрас? Немножко тут инструмент разбросан, все дела. Рылюха так и варится вот там вот. я не верю, что она живет, но нам совершенно вся эта метаморф... Тьфу, блядь. Метаморфоза, вот, не мешает произвести запуск. Поворачиваем ключ, делаем чик. и работает, сука. Короче, помимо того, что он работает, мне безумно нравится вот это. То, что ТТР набирает обороты как ТТР, а не как чахлая кляча. И самое интересное, я вот пока белого дыма не вижу. Конечно, неизвестно, сколько все это проходит, но сразу после запуска его нет. Это уже внушает какие-то надежды. Вот. И по сути-то, считай, все собрано, остается навесуха, но навесуха это уже другая история. Основной вопрос остается в этом долбаном реле стартера. А так, ну, двигатель работает, и это не может не радовать, работает тихо. И самое главное, нормально набирает обороты. А тот человек говорит, что он не может КАМАЗ на трассе обогнать на дорожной резине, по сути, ну, на 50, на 50. А ТТР должен ехать. Ну, и теперь, я полагаю, он поедет. В общем-то, буду теперь уже навесуху дособирать. Наверное, рамки эти, вон, багажные лежат, надо поставить защиту картера. Наверное, даже и бак можно накидывать. Перед этим надо проводку сейчас доделать. Ну, короче, осталось не так уж и много. Роле стартера я почистил ультразвуком, ну, контакты вроде стали похожи на контакты. Сейчас смазкой для клемма КБ все это смажу и буду надеяться, что это хоть как-то поможет. Но вообще, честно говоря, вера у меня во всю эту затеве сомнительная и едва ли она будет работать. я рад поздравить в первую очередь себя, потому что наконец-то вся эта эпопея, длившаяся, наверное, больше месяца с этим ТТРом закончена. В общем-то, реле работает стабильно после чистки, никаких вопросов она у меня сейчас не вызывает, это уже хорошо. Вот. Когда она сломается, так же неизвестно, но тем не менее, на данный момент все работает. Позапускал, поглушил, все стабильно, то есть никаких вопросов нет. Установил обратно вот этот вот ужас, попросили с тяжкими его к бугелю, при этом в общем, все это боль, страдания, унижения. Багажник этот, точнее, о, по поводу багажника. Это мотобак знаменитый. Вот там человек в возрасте все это делает. И вот дед технологии здесь во всей красе. Во-первых, тебе надо его натягивать. Ни по одной точке крепления эта хрень не подходит. Все не совпадает абсолютно. Варят его, видимо, по памяти, я не знаю, по заветам дедов или почему-то еще. Поворотники пришлось переносить. Пластик весь в распор, то есть, что мешало вот эту вот палку приварить ближе, я не знаю. Помимо всего прочего, ну, я не знаю, это все криво, косо, все это надо натягивать, везде цепляет пластик. То есть, ну, реально, варили по картинкам и по памяти, по заветам дедов. Больше мне об этой дряни сказать нечего, потому что это действительно дрянь, а не изделие. Далее. Значит, по проводке подключил типа беспроводную зарядку, но понятия не имею, работает она или нет. Подогрев рук работает и здесь, собственно, проводку везде стяжками, крайне причесал. Да и вроде никаких вопросов у меня больше мотор не вызывает. Наконец-то это все свершилось и он закончен. И, собственно, сейчас он у нас тепленький. Ноль вопрос. работает тихо. Как-то даже удивительно немножко, что все настолько тихо, настолько мягко, настолько плавно, даже как-то подозрительно. Но, тем не менее, что есть, что есть. Самое главное реле стартера работает у нас и, слава богу, большего нам не надо. Удивительно, но этот китайский патрубок по длине даже стал подходить. То есть, китайцы, видимо, внесли какие-то коррективы. Раньше он был коротковат, а сейчас прямо самое оно. Выхлоп не греется, соответственно, связь не бедная, не богатая. То есть, она такая, какая она должна быть. Работает стабильно, ровно, ну, и не дымит. Вот, что самое главное. Вот, Меня, честно говоря, очень сильно удивляет, потому что то, что мы делали с поршневой, это, конечно, страшное дело, но, тем не менее, оно работает. И, в принципе, мне даже больше нечего сказать по этому поводу. В общем-то, что, наверное, мы и закончим. На этом у нас будет все. Ну что, а с вами была мастерская Панк Мотогараж, я Сергей Панкратов, и мы заканчиваем вторую, эту, и заключительную, удивительную серию с Yamaha TTR Ray, место которой, на самом деле, давно уже на помойке. Но, почему-то, ее все еще заставляют ездить. Ну, и теперь точно все.